Здравствуйте! Я сегодня буду делать доклад на тему «Нищета определений». Я думаю, все мы здесь долгое время наблюдаем те баталии, которые разворачиваются между Александром Балдачевым и Булатом Готиатулиным. Вот, видим, как полемика там перехлёстывает порой через край, причём с обоих сторон, то есть то, что Булат не сдерживает свой темперамент, это уже как бы для нас неудивительно, но даже иногда Александр заводится. И мне кажется, это есть некий знак того, что здесь речь идёт не о какой-то, опять же, темпераментности или не о какой-то вражде, я не знаю, личной, и даже не столько о различии философских позиций, сколько о том, что происходит вот это вот преткновение, это столкновение происходит вокруг какой-то очень важной точки. Ну, я напомню, они всё время спорят на тему определения такой категории, как сознание, так или иначе. Ну, и, собственно, мой доклад никак не будет касаться содержания этих споров, вот, и даже формы, вот, понятно. Он будет касаться того небольшого сообщения, которое делал Александр не так давно, на тему того, как вот сознание вообще можно определить. Я напомню, он прочитал здесь энное количество определений сознания, взятых из совершенно разных источников, вот, вплоть до, там, марксиско-ленинского, там, какого-нибудь словаря. Вот, ну, и тем самым, как бы продемонстрировал, что посмотрите, сколько есть разных определений, каждый под этим словом понимает всё, что угодно. Вот, соответственно, совершенно как бы нет оснований полагать, что за этим словом стоит какой-то определённый, самопонятный, там, условно говоря, естественный, в каком угодно смысле, смысл. Вот, единственное, что мы тут можем, это просто дать ему какое-то определение, договориться о терминах. То есть он предложил такой своего рода мирный жест, жест, так сказать, разрешения ситуации, не будем спорить по поводу этого слова, давайте просто определим, что мы будем называть сознанием, что мы будем называть несознанием. Или, допустим, всякий раз, когда буду выступать, я буду говорить, я подсознанием понимаю это, и производить соответствующее выступление, и тоже будет делать булат, и таким образом, как бы ситуация разрешится. Вот, мне кажется, что это совершенно неверный посыл, да, вот, он неверный по многим причинам, вот, одна из которых, так сказать, основной тезис доклада мой будет состоять в том, что вообще, как бы, процедура определения таких кардинальных, я бы сказал, философских понятий, она является, с одной стороны, такая прямая процедура определения является неосуществимой, с другой стороны, как бы, во многом ненужной. Вот, это первый момент, а второй момент будет состоять в том, что, ну, так сказать, если у нас есть какие-то философские интересы, если, как бы, мы в мысли в чем-то заинтересованы, то вполне возможно, что мы заинтересованы именно, так сказать, в определенных словах буквально, то есть дело обстоит не так, что нам все равно, как называть, вот, тот или иной феномен, каким словом пользоваться, но нет, мы странным образом хотим этого слова, поэтому такой жест, как бы, он невозможен вдвойне, получается. Ну, я уже, как бы, на самом деле, делал совершенно короткую вставку после его выступления, я убегал тогда, не знаю, чем закончился разговор, вот, ну, и, да, вот, я делал вставку, где, как бы, отмечал, ну, я вводил, во-первых, там, такую метафору военного характера, да, что вот это слово, скажем, это слово сознание, вот, оно является не просто, вот, каким-то набором, так сказать, фонем, а это некая высота, за которую, так сказать, противоборствующие силы борются и стремятся ее занять. По крайней мере, так это происходит, мы это видим, как бы, фактически. Вопрос, почему это так происходит, мы пока, как бы, оставим открытый, может быть, частично я смогу это прояснить, но не берусь, так сказать, утверждая, что это будет полностью ясно. Но, в любом случае, мы наблюдаем, что по факту происходит вот такая борьба, что, словно бы, у этого символического поля, вот, или пространства есть некоторый рельеф, вот, на котором есть вот такая, как бы, выделенная точка, вот, за которую борются. Причем, я бы тут отметил, что совершенно не факт, что за нее борются, потому что она, как бы, имеет какое-то вот такое выделенное значение, смысл сама по себе. Можно себе представить, что если какие-то военные действия, так сказать, я продолжаю свою метафору, да, если они развиваются некоторым образом, вот, исторически там происходит ряд битв, вот, и вдруг все, как бы, сходится к тому, что, вот, решающая битва разворачивается вокруг какой-то там безымянной деревеньки. Вот, и она может стать ключевой, решающей, при том, что она, как бы, случайная деревенька, она, так сказать, исторически обусловленная, и вообще, как бы, весь смысл войны лежит где-то в другом месте, а может быть, даже если мы говорим про реальные боевые действия, то и вообще в другом пространстве, да, вот, так сказать, он не на территории. Если мы, оставаясь, как бы, продолжая разговор о философии, верим в то, что смысл вот всех этих противостояний, он все еще лежит в том же поле, то это только исходя из того, что у нас есть какая-то такая презумпция некой тотальности мысли, что, в общем, как бы, за ее пределами ничего нет, и если, как бы, с ней что-то происходит, то оно обусловлено ей самой. Что тоже, в общем, как бы, естественно, определенная посылка, вот, которую пытался подвесить, скажем, тот же Маркс, вот, что там у него из этого получилось, и действительно ли он хотел сделать именно это, это, там, отдельный вопрос, который я не буду обсуждать. Но так или иначе, я хочу сказать, что стоит, как бы, быть осторожным в этом пункте тоже, да, то есть, когда я говорю, что они борются за термин сознания, вот, как, так сказать, как за какой-то важный оплот, это еще не значит, да, что вот именно это понятие, этот термин, это слово, в нем действительно лежит какая-то ценность, может быть, ценность в другом, но так получилось, что именно путем, как бы, захвата, там, не знаю, этой высоты, ее можно достичь. Вот, это некое, как бы, предведомление, то есть, я пояснил, что я содержательной стороной вопроса заниматься не буду, а буду говорить, по сути, про то, как функционирует язык, точнее, как бы, как функционирует, ну, наверное, правильно было бы сказать, вот это символическое пространство, в общем, некоторая область, которая является пересечением мышления и языка. Да, вообще, как бы, развести, как-то, различить здесь мышление и язык, я не берусь, опять же, на себя такой смелости, вот. Важно то, что определенные, определенные закономерности мы все равно сможем как-то предъявить, определенные, так сказать, нарушения представлений нашего здравого смысла. Итак, значит, начнем с чего. Александр говорил про то, что даны разные определения сознания, и существует много разных дискурсов, в которых это слово используется. Я вторую метафору, еще помимо своей военной, вводил метафору денег. Я говорил, что, ну, все прекрасно, как бы, да, но слово может быть ценно потому, вот, что оно принадлежит, скажем так, к некоторому естественному языку. Вот я беру, как бы, этот «естественность» с кавычки, потом, может быть, поясню, почему. Вот. И этот естественный язык, в отличие от, скажем так, более-менее искусственных языков, то есть те, которые вводятся по случаю путем вот как раз таких определений, путем некоторых дефиниций, введения каких-то понятий ad hoc, да, то есть, ну, или не ad hoc, а вот именно по ситуации. Ну, вы можете попробовать, поэкспериментировать, как бы придумать какое-то сочетание звуков, да, и приписать ему некоторый смысл, да, то есть ввести такое понятие, вот. И поработав таким образом ощутить, какую терминологическую пустоту вы, так сказать, наблюдаете. То есть можно просто обнаружить, что даже когда новые понятия вводятся, они чисто лексически наследуют каким-то корням естественного языка, то есть это просто некоторые деформации вот этих слов естественного языка. Значит, я ввел экономическую метафору, я сказал, что язык, это как своего рода деньги, вот, как определенная валюта. И естественный язык, это вот такая как бы валюта, которая лучше всего обеспечена, вот. Ну, понятно, на самом деле, что здесь можно понимать под обеспечением. Наверное, это некоторая историческая перспектива уже употребления слов, то есть они уже долго употребляются в разных контекстах, за ними вот стоит некоторая история. Вот, а когда мы вводим понятие здесь сейчас, оно вынуждено привязываться, собственно, к этому естественному языку, оно определяет себя, то есть мы вводим определение тоже при помощи слов. Оно определяет себя в отношении к этому естественному языку, оно как бы берет в долг вот этот символический капитал у естественного языка. Ну, я тогда сказал, что он обеспечен, этот естественный язык, наилучшим образом, но здесь я хочу небольшую как бы ремарку вставить, вот, он, это одновременно так и наоборот. Он обеспеченный лучшим образом, но он никогда не предъявляет своего обеспечения. То есть он ведет себя примерно как доллар, вот, который как бы раз и навсегда отказался всякое обеспечение свое предъявлять. То есть вы можете спросить, да, как только вы спросите там, а что же означает это слово, вот, начнется некоторая пробуксовка, да, то есть вы, вам очень сложно будет понять, почему как бы это слово работает, почему оно работает так, почему как бы на этот естественный язык можно так опираться, как это удается. То есть вот это обеспечение его, если так можно выразиться, оно где-то находится в каком-то недоступном месте. Вот, словно вы приходите в банк и говорите, вот у меня доллар, да, покажите мне там тот, не знаю, там золотой слиток, или вот сколько там этого золота должно быть, который его обеспечит, а вам говорят, он есть, но мы вам его не покажем. Вот так примерно работает этот естественный язык. Ну, я вижу здесь некоторый парадокс, но мне кажется, только так оно и должно быть. То есть мы должны понять, что слова лучше всего выражают вещи, вот, тем лучше, чем меньше мы как бы обращаем внимание на эти самые слова. То есть они как бы должны быть словно бы прозрачны, мы должны проходить сквозь них. Когда мы начинаем заниматься словами, вот, когда мы там начинаем заниматься там как-то определением, когда мы фокусируем взгляд на словах, здесь опять же я, может быть, использую какую-то сомнительную схему, да, словно язык является какой-то прослойкой, я ощущаю эту, как бы, проблему, но, тем не менее, на этом этапе я вынужден к этому прибегнуть. Вот, потом, как бы, я постараюсь это более строго сказать. Вот, как только мы фокусируем взгляд сюда, мы уже, как бы, теряем из поля зрения вещь. Поэтому, если ребенок учит родной язык, он, как бы, учит его не так, как взрослый учит язык иностранный. Это важно, да, то есть он просто говорит на нем. То есть, одно дело, ты просто, да, он его использует, он, как бы, на нем говорит. Вот, а человек, который вводит определение, который, как бы, перед тем, как начать говорить, пытается определить слова, на которых, что они будут значить, он явно, как бы, языком не владеет. Вот, и, ну, вот, даже вот у Виткенштейна в логико-философском трактате, и, несмотря, как бы, на его, вот, так сказать, позитивистский флер, мы читаем, ну, в общем, на самом деле, совершенно обоснованно, вот, это чисто Виткенштейновский подход, пункт 4.02. Он пишет, человек обладает способностью строить речь, при помощи которой дает себя проявить любой смысл, без того, чтобы иметь какое-то представление о том, что и как обозначает каждое слово. То есть, чтобы построить предложение и сообщить любой смысл, мы не должны знать значение слов. Нам это не нужно. Вот. Это, да, он говорит, подобно тому, как мы говорим, не зная, как порождаются отдельные звуки. Значит, тут понятно, что он, как бы, вводит в игру некоторое структурное измерение, что целое предшествует части, это у него во всем так, и не только у него. То есть, с одной стороны, как бы, той первичной реальностью, как бы, той анатологической, простой единицей, у него является, скажем, пропозиция, а не слово, опять же, не знак. То есть, есть пропозиция, которая что-то говорит, которая имеет смысл, а уже, как бы, слова или знаки, они получают свое значение, если мы, так сказать, намерены его как-то определить, его вычленить, именно исходя из того, в каких пропозициях они встречаются. То есть, это, как бы, история языковых игр Витгенштейна. То же самое у него происходит и в мире, надо сказать, зеркально. То есть, у него все начинается с фактов, с положения вещей, с ситуаций. А вещь, как таковая, она не является тематологическим, простым. Она получается, опять же, как нечто эксплицитно вычленяемое из множества положений вещей. То есть, вот это нечто, что встречается в этих, в этих, в этих положениях вещей, мы назовем вот такую вещь. Вот, соответственно, ну, то же самое, в общем, есть и у Хайдегера. У него тоже, как бы, целая мира предшествует части. Вот, с точки зрения теории языка, мы можем вспомнить, опять же, Сосюра, который немножко тут по-другому, да, который, как бы, предпосылает, опять же, ну, у Хайдегера, опять же, вы видите, не просто положение вещей, а весь мир, как целая, предшествует каждой вещи. Так и у Сосюра весь язык, вот, как система знаков, структурно относящихся друг к другу, вот, предшествует всякому знаку отдельному, всякому, как бы, знаку отдельному значащему. То есть, не так, что каждый знак референциально соотнесен с какой-то там, условно говоря, реальной вещью, вот, или нереальной вещью, неважно, с каким-то означаемым, вот, и только поэтому он значит. Нет, он значит, потому что он соотнесен с другими знаками, и вся система в целом, вся структура языка в целом позволяет что-то сообщать, вот, но я здесь, как бы, не сторонник того, чтобы объявлять, там, теорию языка Виктенштейна или Сосюра, или вот этот подход Герменевский-Хайдегера, как некоторый истинный, да, то есть, я не строю здесь теорию языка, я лишь хочу сказать, что, когда, скажем, некто, ну, назовем этого некто Александр Балдачев, вот, собирается начать с того, что дает определение словам, он, как минимум, совершает следующий метафизический жест, он, как бы, полагает, что часть предшествует целому, что надо сначала, как бы, определить слова, да, вот, а потом получить предложение. Да, рассматривать стекло, а не начинать с того, что смотреть после стекла. Да, ну, и это тоже, да, то есть, тут, как бы, не без метафизики, мы должны это понимать, вот, и это первый такой, так сказать... Ну, это Игорь утягивает в свою сторону, он, как бы, говорит, смотреть на стекло, а не на вещи. Я сказал про то, что, про другое, как бы, про другое различие, что предшествует, как бы, целой части или часть целому, да, то есть, даже если принять вот эту, вот, принять сомнительную, действительно, метафору языка, как некоторого стекла, как среды, как посредника, то, с чем спорит Гегель в самом введении и совершенно обоснованно, даже если, как бы, так поступить, все равно здесь остается, вот, именно на уровне требования определения, да, я, как бы, борюсь исключительно здесь и только с вот этим требованием все определить. Так вот, определение, требование все определить, оно исходит все всегда, это невозможно иначе, из того, что, вот, определив части, мы сможем получить целое, а не наоборот, не так, что, как бы, некая часть, некая целая, будучи дано, определит части. Значит, это первое, как бы, метафизическое, так сказать, а, или антиметафизическое возражение, ну, или первый сюжет, я назвал его так условно герменевтическим. Вот, а второй, второй, ну, в каком-то смысле, да. Он уже погружен целое, и искать только из этого целое, может обнаружить эту часть и определить эту часть. Не только в этом смысле, а в том смысле, что... В том смысле, что, как бы, в принципе, вот эта вот посылка целого предшествующего части, она встречается вот в герменевтике, в том, что понимается, как бы, под герменевтикой вот этой немецкой традиции, следующей за Хайдгером, там, Гадемер и так далее. То есть, здесь присутствует определенная тоже, ну, философия, философия, так сказать, мира, философия языка, и так, словно бы, там, за вот этим... Ну, мы там разговаривали с женой, и она говорила, что вот, словно бы, весь мир, как бы, стоит за вот этим естественным языком, то есть, да, что вот этот естественный язык, как целое, вот, ему предшествует, как бы, вот этот мир, как целое, что вот эти смыслы как-то там даны, вот такая, и мы, как бы, разбираясь языком, начинаем, раз это, раз... А разве Хайдегер не так? Хайдегер отчасти так, вообще, как бы, это сложная история, что там делал Хайдегер, но я хочу сказать, что я не хочу с этим подходом сейчас, как бы, как-то идентифицироваться и связываться, я лишь, как бы, критикую, так сказать, вопрос, что что-то тут надо определять, вот, и это один из, один из пунктов. Второй пункт, он касается того, что, собственно, мы делаем, когда определяем тех, ну, как бы, технически, да, мы обычно, вот, одному слову сопоставляем, соотносим его с совокупностью некоторых других слов, как-то организованных, то есть, в общем, уже, как бы, то, что мы слово определяем изначально через слова, должно было отбросить бы нас на предыдущий вот этот шаг, и мы уже тут понимаем, что здесь что-то не так, слова, как бы, вот, соотносятся со словами. Ну, естественно, следующий, то есть, так или иначе, рано или поздно, мы должны дойти до каких-то, в кавычках, простейших слов, да, которые надо определить как-то по-другому, либо которые должны быть понятны сами по себе, вот. Ну, естественно, люди, которые требуют определения по преимуществу, имеют в виду некоторый логический позитивизм, они, как бы, апеллируют к тому, что, да, вот, мы можем определить сложные какие-то слова, как происходят градации сложного и простого, это тоже мутная вещь, вот, всегда можно усомниться, они, обстоятельства, все ровно наоборот, но так или иначе, и то, и другое, как бы, в общем, предыдущая история, это ее можно назвать редукционизмом, так или иначе, здесь властвует редукционизм, который, говорит мы, некоторые сложные понятия, как правило, это какие-то абстрактные понятия, так называемые, не знаю, понятия, там, которые отвечают за движение, отношения и прочее, прочее, попытаемся как-то свести, что, на мой взгляд, совершенно невозможно, каким-то понятием более простым, предметным, скажем так, к тем понятиям, которые будут как-то коррелировать с вещью, с предметом, с объектом, вот, а их уже определим посредством некоторого указания, вот, то есть, мы скажем стол, вот, мы скажем там аквариум, вот, и вот в этом указывании мы осуществим некоторый другой акт определения, который, так сказать, в котором мы не нуждаемся в определении слов словами, то есть, мы прямое референциальное указание осуществим, но первый, как бы, естественно, тут тоже есть куча проблем, да, связанных с некоторым там, с загадочными понятиями абстрагирования, как мы там от конкретного стола переходим к универсальному именованию стол, вот, это все сейчас, как бы, оставляем за скобками, здесь есть проблемы, но простим их, да, вот, все равно ощущается очень ясно, да, что перейти от, как бы, от столов к некоторым отношениям, движениям, там, каким-то всеобщим абстрактным, там, сказать, в кавычках понятиям крайне-крайне сложно, ну, вот, мы можем себе поставить мысленный эксперимент, я придумал, как бы, сам, вот, этот пример, давайте подумаем над понятием равенства, да, причем не в смысле, как бы, свобода равенства, братства, вот, там, а в смысле простого, как бы, математического равенства даже, просто, вот, как бы, значка, значка, вот, этого знак равенства в математике, да, не знаю, квантер это называется, нет, Наверное, не квантер, а именно значок. В общем, можем ли мы как-то определить равенство? Я даже специально полазал в интернете, поискал статьи. Вы знаете, это совершенно невозможно. Можете попытаться на досуге. То есть всякая попытка сказать, что такое равенство, сводится к тому, что мы определяем его... Мы определяем его либо через эквивалентность, либо через одинаковость. То есть через некоторые такие слабые синонимы, которые в свою очередь тоже требуют определения. И, в общем, скорее всего, получится его через равенство. Либо, вот это самый шикарный ход, который я нашел, определение через неравенство. То есть равные вещи, которые не неравны. Ну, собственно, и дальше здесь не продвинуться. И мы как бы понимаем, почему. Потому что на самом деле такие понятия, в данном случае это отношения, отношения равенства. Такие отношения, они как бы предшествуют все-таки всякому опыту каким-то образом непонятным. Вот. То есть, по крайней мере, эти слова, они способны удерживать как-то свой смысл. Вот. И мы сейчас поговорим как. Вот. Это был просто пример, как бы, чтобы показать, что на самом деле отказ... Ну, вы знаете, там логический позитивизм, он как бы там местами был очень, так сказать, смелый. Ну, он говорил, что ну вот мы сейчас введем эти номиналистические, вот такие номиналистические, такой способ определения. Мы там будем составить какие-то протокольные высказывания. Ну, а если что-то как бы не попадает, если мы что-то не можем как бы таким образом определить, Ну, значит, оно как бы и пошло, оно все. Вот. То есть... И все время казалось, что то, что выпадает за пределы, так сказать, вот такого непосредственного эмпирического определения, вот, это все, ну, условно, какие-то гуманитарные, даже мистические, вот, области. То есть, то, о чем не надо говорить, о том надо молчать. Того же Витгерштейна мы читаем, и обычно это превозносит, как некоторый такой даже чуть ли не метафизический жест. Вот. Но я хочу сказать другое. Вот это пример с понятием равенства, он показывает, что под угрозой вся математика, да. То есть, под угрозой как бы, в общем, все. Вот. Потому что без отношений, вот, без понятий, которые отвечают отношениям, нам никуда не деться. Вот. Нам не построят ничего, никакой науки. То есть, если как бы люди готовы отказаться от всей науки, вот, они, конечно, могут пытаться строить язык таким как бы номиналистическим определением. Ну, как... Ну, никак у математики каких проблем нет, в общем, математики выстраиваются. Ну, потому что, потому что она знает, что такое равенство, и потому что все, как бы, аксиомы математики, они, как бы, несмотря на то, что написаны в символном, там, где-то, там, ключе или как-то еще, они так или иначе апеллируют к естественным каким-то понятиям языку. Мы действительно, как ты правильно сказал, уже знаем, что такое равенство до того, как... Ну, не, а зачем ты Плодачевым, как бы... Я крупными картами его бью, да. Нет, нет, есть два проекта, на самом деле, если говорить точнее. Если первый проект действительно выстроить все, от начала прямо определить все, а потом выстроить, а есть второй проект, где выстраивать то, что можно выстроить, а то, что нельзя выстроить, как бы, оно, как бы, само по себе понятно. И никто против этого не возражает, и Плодачевым там не возражает, чтобы эти слова понятны. Вот, и сейчас, как бы, поэтому я перехожу к второму примеру, да, чтобы такое нейтральное равенство оставить в стороне, и взять самый хрестоматийный, на мой взгляд, пример, вот, где якобы даются определения. А именно, я имею в виду диалоги Платона, вот, где Сократ пристает там, там, ко всем этим гражданам Афин, вот, с вопросом, что есть Х, да, что есть, там, благо, что есть любовь, что есть красота, что есть истина, и так далее. Вот, на первый взгляд, может показаться, да, и там мы видим в каждом диалоге энное количество ответов возникает, да, что, там, благо, есть то-то, то-то, то-то. Потом, как бы, путем различных словесных, там, движений, вот, размышлений, как бы, это определение, в кавычках, отбрасывается, мы приходим к следующему, и так далее. Ну, во-первых, как бы, первое, что нас должно здесь смутить, да, это то, что, как вы понимаете, если бы это были определения, совершенно непонятно было бы, на каком основании можно было бы их отбросить, да, то, что, как бы, какой-то ответ признается неверным, и мы продолжаем, как бы, отвечать и новые варианты приводить, уже значит, что мы знаем, действительно, ну, как, в общем, Платон нам и говорит об этом, да, о, так сказать, о узнавании, как воспоминании, мы уже знаем, что такое благо, всякий раз, вот, мы, собственно, как бы, когда мы спрашиваем, что есть благо, вот, на самом деле, вот, речь не идет о том, чтобы понятию благо придать какой-то предикат, который мы припишем, как благо есть бла-бла-бла, да, речь не об этом, а речь идет о том, что, наоборот, в этой связке, как бы, передача значения, вот, и символического капитала, она происходит в обратную сторону, то есть, разного рода вещи, вот, стремятся, как бы, при, так сказать, прибиться, вот, приписаться, да, к благу, они, так сказать, причаститься его хотят, вот, или, как бы, пользуясь той же военной метафорой, занять эту высоту, да, то есть, встать вот там, как бы, и сказать, да, благо это я, понимаете, потому что благо, как бы, это, оказывается, не некоторое содержание, а это именно, оказывается, некоторое место, как бы, территория, вот, на которую можно встать, вот, и этот пример, на мой взгляд, он, как бы, показывает, что в языке, в нашем, действительно, он, как бы, такой неоднородный, есть какие-то, как ты выражаешься, Булат, ну, нейтральные, простые вещи, которые можно определять, там, которые, но есть какие-то вещи, которые, словно бы, сингулярные, Я бы даже сказал, что это не знак, да, вот как вот классическое понимание знака, когда есть там означаемое, означающее, вот, когда они связаны вот этим референциальным отношением, а это ситуация вот скорее символа. Я это слово, собственно, и думал, да, и удивительно, что получается у нас как бы, ну, мне кажется, отчасти вот доклады подхватывающие другую, а может быть и нет. Вот, то есть, не знаю, в общем, во всяком случае, я хочу сказать, что, мне кажется, вот эти слова, ну, вот, или можно по-другому сказать, вот есть структура языка, в смысле сосюровской структуры этих знаков, вот, и у него такое ощущение, что есть некоторый жесткий каркас каждый раз, то есть, какая-то несущая конструкция. Вот эти сингулярности, эти особенные слова, которые, в общем, как бы их значение никуда не сдвинуть, понимаете, то есть, благо, вот как угодно, вы его определяете, оно все равно благости своей не потеряет, понимаете. То есть, вы можете сказать, что благо это зло, но у вас просто как бы зло станет благом, вот, но благо останется там, где было. Вот это вот надо очень хорошо понимать, вот, и понятно, что мы можем как бы другую фонетическую форму там выбрать, в разных языках благо звучит по-разному, но это не меняет дело. Да, да, мы говорим не о слове, в смысле, как бы, его физической формы, а, ну, а, собственно, как сказать, означающем, вот. Означающие остается одно и то же. Так, и... Я просто хотел, Александр, немножко защитить. Давай. Дело в том, что проблема определения, она, вот, имеет две стороны. То, в котором ты осветил, что действительно существует некий вот онтология, который хочет все определить, как бы построить все из-за какого-то начала, да, как бы поставить какие-то аксемы, да, и все выстроить. А вот такой онтологии пытается придерживаться прямо математика, да, то есть она пытается все от каких-то простых вещей, а где там, путем как бы определений, как бы выстроить вообще всю математику, да, всю всю существенную содержательную площадку. А второе, как бы, проблема, когда все сопределили, у нас есть то, что людей-то много, и мы на самом деле, когда используем один и тот же язык, это не значит, что мы его используем одинаково. Одинаково. И нам определить, это означает, на самом деле, что договориться, что, например, я под этим словом, как бы, хочу я того или не хочу, оно в моем языке, в моем личной, в моем личной речи, в моем языке, оно сверплит определенным способом, а в речи Александровна, все-таки, в другим способом. И надо договориться. Отвечаю, отвечаю. Это другая проблема, не утоложить. Естественно, отвечаю. Первый пункт, да, первый пункт, о котором ты говорил, это первый пункт моего доклада. Да. Вот. Здесь, во втором пункте, я не апеллирую к теориям, которые пытаются построить все от начала и до конца на определениях. Я говорю, скорее, как раз про то, что для них очень важно захватить определенное слово и втащить его в свой, как бы, оборот. То есть, важно, как бы, чтобы это называлось именно сознанием, потому что это не... или, допустим, это называлось именно... А теперь второй ответ. Второй ответ. На второй пункт. Почему, как бы, договорный... договор, да, почему этот консенсус, он, как бы, не имеет места. Потому что о каких-то вещах можно договориться. Но, во-первых, как бы, нет никакой проблемы, допустим, со словом благо. Мы все слово благо понимаем одинаково. Даже у Кулактона ты сам приводил, что... Нет. Потому что они... Люди, которые пытались его определить, они... Так, это я и говорю, что... Слово определить, надо понимать в этом случае другое. Что именно они понимают под благом. А что ты понимаешь? Так я тебе и говорю, что... Ты не можешь сказать, что благо есть благо. Ты так не можешь сказать. Что это не так. Я тебе говорю, что здесь не идет разговор об определении. Никто не определяет благо. Все понимают, что такое благо. Благо это хорошо, понимаешь? Это, как бы, позитивность, чисто дети. Поэтому вопрос идет о том, что ты на позитивный полюс поставишь. Вот. Все сходны в том, что позитивный полюс есть позитивный полюс. Эта структура присутствует у всех. Вопрос, что на это место поставить. И спор идет об этом. А я говорю о том, что сохраняется место. И это слово, как бы, благо, оно это место держит во всей дискуссии. Вот. Вот и все. Поэтому договариваться о слове благо нет смысла. Это первый момент. Второй момент. Естественный язык, если мы, как бы, говорим про его мощь, он и состоит в том, что мы никогда не договариваемся о том, что мы имеем в виду. Вот. То есть там, где мы начинаем договариваться, вот, мы уже, как бы, не понимаем друг друга. Ну, проблема, собственно, и то, что если бы все было так благостно, как ты рассказываешь... Это не благостно. Ну, как это, как бы, мы разговариваем на естественном языке, вроде друг друга понимаем, но это же не так. У нас все конфликты, как бы, в том числе международных, связанные с тем, что мы друг друга не понимаем. Я и говорю, что... Все хотят, как ты говоришь, благо, но почему-то все воюют, убивают друг друга. Все хотят поставить на место благо свое. Еще раз, здесь речь идет не о том, что выстраиваются теории, которые аксиоматически от некоторых первых определений выстраиваются в себя. А речь идет о том, что есть один дискурс, есть другой дискурс. Каждый претендует на определенное символическое пространство, на определенные символические точки, поля. Я могу привести примеры. Я понимаю, что это когда разговор идет, будешь приводить примеры? Да, я привожу примеры, допустим. Я уже этот пример приводил в связи с другими разными вещами. Забавными. Ну вот и здесь тоже приведу. Ситуация. Есть там форум сектантов, которые как бы в подфоруме, посвященном науке, гнобят науку как там, как последними словами, какая она плохая. Но в соседней ветке они из пены у рта доказывают, что астрология является наукой. Вот зачем им это нужно? Зачем им доказывать, что астрология наука? Это говорит только об одном, я обычно привожу пример, что на самом деле они только в научную истину верят. Но сейчас я не об этом хочу говорить, а о том, что для них почему-то это важно. Они борются за это имя. И такое встречается сплошь и рядом. Это ближе к третьему пункту моего доклада, к психоаналитическому возражению. Но сейчас я продолжаю это логическое возражение. Я сказал про благо и бла-бла-бла. Я хочу сказать здесь как бы дальше такой момент, который, где вот как раз, наверное, мы можем там как-то говорить, спорить, не знаю, там, или предметно общаться с Игорем и его определением символа. Понятно, что вот в этих диалогах Платона вот эти, так сказать, идеи, вот эти сингулярности, вот, они, ему надо объяснить, как так получается, да, что все мы обладаем вот этими, вот этими как бы местами, мы все знаем, что такое благо, да, вот, как так получается, что они стоят на месте, никуда не сдвигаются, мы не можем их переопределить, вот. Вот, он объясняет это тем, что они существуют, так сказать, и трансцендентно, и вневременно, так сказать, и вечно, вот. Он называет их идеями, иными словами. Он создает вот это пространство идеальности, вот. Хотя, может быть, я не очень точно сейчас, вот, Игорь меня поправит. Ну, в общем, так или иначе, он утверждает, что, так сказать, их антологический статус, он вот такой, как я сказал, он, так сказать, трансцендентный и вневременной. Мне кажется, что в нашей современной ситуации нам в это, как бы, верить трудно, вот. Или не то, что даже трудно, а просто, как бы, неразумно и неэффективно. Лучше, так сказать, все-таки открыть глаза и подумать, что все эти сингулярности, да, все эти, как бы, эта разметка символического поля, она все-таки складывается исторически. Вот, она, как бы, складывается, как вот эта вот карта военных действий, как вот этих, карта высот, почему-то одни оказываются важными, другие неважными, вот, совершенно определенным образом. И вообще, как бы, то, как исторически это сложилось, над этим можно работать, и над этим работают различные, там, исследования проводят, чтобы показать, почему, как бы, скажем, понятие сознания, вот, вызывает такой интерес до сих пор, и почему, как бы, о него ломаются копии, да, а, не знаю, какое-нибудь понятие, произошедшее из того же временного промежутка, оно почему-то, как бы, вот, этим интересом не наделено и, как бы, не представляет какого-то значения. Вот, или, допустим, оно потеряло свою какую-то, свою определенность. В общем, я хочу сказать, что вот такая, как бы, такой исторический и конечный характер взгляда на эти сингулярности, он, мне кажется, более приемлемый. Но при этом надо все время понимать, что, конечно, за пределами, то есть определенная абсолютность у них все равно присутствует. Как бы, вот, здесь и сейчас выйти за пределы вот этой символической сетки какой-то, вот, нам, в общем-то, наверное, как бы, не дано. Вот, ну, то есть, если там, если так говорить, то, наверное, мне больше всего нравится ситуация, которую описывает Джудит Баттлер в этом ключе. Она говорит про то, что, да, есть, как бы, вот эта вот некоторая символическая структура, которая определяет наше положение мужчины, но она ущербна сама в себе. Она ущербна, она конечна, она содержит в себе некоторые противоречия, она содержит в себе некий элемент невозможности, она, как бы, сама себя подрывает, но за ее пределами ничего нет. То есть, это странная, как бы, ситуация. Мы должны научиться мыслить, вот, мыслить, как бы, всеобщее в качестве конечного и ущербного. Вот, вот, вот такова, как бы, повестка дня. Вот, ну, это вот был логический пункт относительно определения. Теперь психоаналитический пункт. Ну, третий. Какие-то измучения можно сделать. Ну, давай. Ну, вот я уже начинал, как бы, да, что, как вообще, как говорят, для людей важно договориться. Ну, если ты, как бы, почему-то это сводишь опять к первоначальной идее, что есть какая-то ортология, там, которая должна устроить себе определение. Нам для того, чтобы договориться, надо никаких выстроить определения. Просто каждый из нас в силу своего, как бы, как бы, развития, в силу своего, там, это, своей жизни, философии, да, по-разному, по-разному. Нет, договоры случаются. Договоры. Я просто хочу сказать, что все не начинается договором. Во-вторых, есть проблема для того, чтобы для самого себя что-то определить. Когда, допустим, я, например, пытаюсь создать что-то о сознании, я не могу просто так говорить о сознании, если я сам для себя, примерно, не очерчу, как бы, а в чем я говорю. Влад, я с тобой согласен, и я, как бы, в выводах скажу. Да, заранее забегаю вперед, что я не против определений как таковых. Я не считаю, что... То есть, было бы ошибкой, допустим, избегать всякого определения, да, вот, стремиться говорить на том самом каком-то загадочном, естественном языке. Это была бы тоже ошибка, причем, может быть, самая страшная. Вот. То есть, речь идет не об этом. Речь идет о том, что надо, как бы, осторожно относиться к требованию определять. Всегда и все, и везде. Но понятно, что наш язык, он не является, вот, естественным в буквальном смысле, всякую иллюзию какой-то такой наивной подлинности надо отбросить. То есть, там, в лекциях Бибихина, язык философии, он говорит, что вот есть всемирная канцелярия, которая вот нам предписывает каждое слово определять, и это все очень плохо, вот, это плохо, но, говорит он, если она вдруг однажды поймет, что на самом деле язык работает не так же, что надо, как бы, говорить естественно, не определяя ничего, и вдруг предпишет нам, ни в коем случае не стройте искусственный язык, всегда говорите на естественном языке. Вот это, он говорит, будет самая страшная катастрофа. Потому что тут, как бы, мы окажемся в ситуации самого страшного, как бы, так сказать, опосредованного языкоболения. Будем следить за собой, чтобы, не дай бог, не сказать неестественно, ну, естественно. То есть, насколько это будет неестественно, можно себе представить, да? То есть, определять, на самом деле, это требование логики, а не требование, там, язык, а там, что-то там. Ну, вот... Потому что для того, чтобы избежать, это просто второе возражение, чтобы избежать логические противоречия, ты должен знать, в чем содержание того, что ты говоришь. Ну, вот я тебе только что пояснил, что, как бы, то, что выглядит, на первый взгляд, как определение, благо есть то-то, то-то, да? Вот. Оно, как бы, действует совершенно в другую сторону. Ну, если нет никакого-то определенного значения, что такое благо, которое нельзя развернуть, в виде какого-то содержательного текста, там, философического трактата и прочего, то тогда на самом деле... Вот о том и речь. Вот Эйнштейн тебе говорит, что не нужно тебе знать значение слов, чтобы осмысленное предложение создать. Это хорошо. А вот об этом я сказал, когда говорил о том, что это самый обеспеченный язык, но который никогда не позволяет тебе это обеспечение предъявить. Как только ты попытаешься доказать, что ты действительно, как бы, имел в виду то, что имел в виду, что ты сказал что-то осмысленное, как только ты попытаешься предъявить значение этого слова благо, которое ты ощущаешь как полновесное, как наделенное смыслом, ты потерпишь фиаско. Не, просто как бы история философии показывает, что со временем, как бы, в том слове, в котором мы не видели различия, одно уже и различие. И, как бы, углубляясь внутреннего, как бы, ну, как бы, внешне... Не, естественно. Возвращаясь так, что понятие разъединялось, как бы, на два понятия, да? С этим я не буду спорить. И получается, что те, кто употребляли их слитенза, они просто логически впадали в ошибку, потому что используют сначала в одном значении, а потом в другом значении. С этим согласен в том плане, что, как бы, естественно, вот эта структура, я говорил, она исторична. Она меняется, есть какие-то этапы, то есть, происходят там какие-то движения, происходит перераспределение каких-то силовых полей. Это все так. Происходит расщепление, понимаешь? Слово идея использует двух смыслов. Как смысл и понятия, и в смысле, как бы, образа. И это совершенно фундаментально различные вещи. И когда он их объединяет, получается, там у него проблемы, которые про меня описаны. Если их разъединить, проблемы сразу считают. Так, третий, как бы, пункт психоаналитический. На тему того, почему мы, как бы, имеем вот такое... Почему наши отношения к словам, вот, не индифферентны. Вот. Почему мы, как бы, обнаружим свою острую заинтересованность в определенном слове. Вот. Тут я хочу сказать следующее. Ну, вот есть психоаналитическая... Психоанализ в редакции Лакана, как раз такой языковой, который мы сегодня с утра вначале вспоминали. Вот. И он, ну, там, немножко, как бы, своеобразная теория языка. Вот, местами такая темноватая, может быть. Но он говорит, он использует термин означающее своим специфическим способом, примерно так же, как вот я сейчас использовал термин вот этот символ, там, или вот эту сингулярность. То есть означающее – это нечто такое, что значит, как бы, не тем способом, что отсылает к какому-то референту, а что является, как бы, объектом желания. То есть он говорит, мы хотим означающего. Вот. То есть, ну, как он привести... Надо тут приводить пример, безусловно. Тут, как бы, у меня достаточно много пунктиром, как бы, обозначено, о чем я должен сказать. Вот. В первую очередь, как бы, собственно, раз психоанализ, конечно, секс. Да, вот есть представление о том, что, так сказать, слово секс вызывает некоторый ажиотаж, да, когда вот оно просто произносится, оно уже, как бы, как-то резонирует, так или иначе. Именно потому, что оно связано с определенными, там, так сказать, с определенными историями интимными, с определенными вещами, там, удовольствиями и так далее. И, как бы, наш интерес к этому слову, так сказать, и к разговорам на эту тему, да, к речи на эту тему, оно связано с тем, что нам интересно вот само действие. Но психоанализ, естественно, в редакции Лакана, такой лингвистической, условно говоря, он говорит совершенно противоположно. И, в общем-то, у Фрейда нет никакого разговора о том, что нами владеют какие-то инстинкты, которые нас к чему-то влекут, и наши вожделения обусловлены какими-то нашими биологическими желаниями. Нет. Речь идет о том, что наши желания структурированы именно символически. То есть мы, в первую очередь, слышим Слово и стремимся к Нему. То есть даже история возникновения феномена секса, как мы его знаем, который там описывает Фуко, реконструируя христианские века, сводится к тому, что это вещи, которые все время умалчивали, тем самым на нее указывая и вызывая определенный ажиотаж. Но мы не обязательно должны здесь соглашаться с этим. Я могу привести другие примеры, помимо этого какого-то слова. Недавно я поймался на мысли, что иногда в рекламе используют женский силуэт. Причем, понятно, часто используют просто изображения женщин, обнаженных, полуобнаженных, по всякому игриво повернутых. Но очень часто ограничиваются просто неким силуэтом, некими очертаниями, причем очень примерными. Я стал об этом думать, и моя мысль возникла, у меня такая возникла мысль, что это ошибка полагать, что нас привлекает этот силуэт, потому что он отсылает к какой-то реальной женщине из плоти и крови, к какой-то телесности, к чему-то вот такому, что можно потрогать, и Бог знает еще что. Вот, моя мысль состоит в том, что на самом деле, вот, я уж не знаю, можно сказать, на данном этапе, теперь, да, в каком смысле это теперь, надо еще разбираться. Но теперь мы хотим именно эту форму. То есть, нас привлекает исключительно вот эта геометрическая форма и ничего больше. То есть, мы и в женщине, вот, обнаруживаем вот эту вот форму, понимаете, вот эти вот как бы изгибы. Вот, ну, я имею в виду, когда мы обнаруживаем миноформу, мы обнаруживаем ее именно в этом смысле. Вот, то есть, и поэтому в этой рекламе, где дан силуэт, там как бы дано то, что нас лечет в чистом виде. Вот, это пример как бы номер один. Пример номер два, да, который, ну, такой социологический, условно говоря, да, ну, тоже гендерный. Вот, есть такие понятия, как, допустим, настоящий мужчина, там, настоящая женщина, да, которым так или иначе, там, все как бы либо стремятся быть, либо стремятся, так сказать, пытаться выйти из этого, как бы, дискурса. Но вот, вот, есть, есть, есть такой дискурс, да, там, ты должен быть, там, настоящим мужчиной. Если мы попытаемся, как бы, собрать все, допустим, признаки какие-то, которые определяют, там, настоящего мужчину, вот, чтобы не пил, не курил, там, всегда цветы дарил. В общем, мы обнаружим, что они по большей части образуют некоторое противоречивое единство. То есть такой объект, он логически совершенно невозможен. Но это не является никакой проблемой. Потому что то, к чему стремятся, допустим, когда хотят стать настоящим мужчиной или настоящей женщиной, это не соответствовать определенным вот этим предикатам, критериям, то есть не стать вот такими, 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 а получить это имя. То есть важно, чтобы тебя кто-то назвал настоящим мужчиной или настоящей женщиной. Что для этого нужно делать? Это вопрос десятый, это меняется, здесь это одно, там это другое. Но почему-то это имя, оно обладает определенной символической привлекательностью, оно притягательно, оно есть объект нашего желания. Такой фетишизм имени происходит. На самом деле, можно вернуться немножко к философии, аналитическая философия. О котором мы тут как бы вспоминали, которое там, логический позитивизм. Вопрос открытый, да, насколько она вообще является философией. Вот, ну, я уже... Она же сама заявляет, что не философия. Вот, ну, как... Она говорит, что в философии есть набор каких-то там... Ну, это она как астрология, как астрология. Да, да, в том-то и дело. Вот у меня тут эти два примера, я как бы астрологию кинул раньше, да, но они у меня стоят здесь рядом. Потому что на самом деле, она как бы может так и говорить, критикуя философию. Но когда доходит дело до публикации, до титулов, там, не знаю, до факультетов, извини, да, да, факультет философии там где-нибудь в американском университете, она называет себя именно философией. И это очень большой вопрос, да, требующий... Ну, я думаю, как бы это все достаточно легко вскрыть, да, но почему как бы это нужно? Почему это символическое имя не дает ей покоя? То есть наверняка как бы... Ну, это несложно, да, показать, чем она, в общем, как бы философия обязана по-прежнему, да, и почему она на самом деле все-таки является философией до сих пор. Вот. То есть не просто... То есть проблема не в том, что она претендует на имя, не являясь философией. Проблема в том, что она, думая, что не является философией, претендуя на имя философия, вот, таким образом косвенно показывает то, что можно показать и другим способом, что философия она все-таки является. Ну, короче говоря, вот мы неравнодушны к этим, так сказать, словам. И это не просто на уровне, там, субъекта какого-то желающего, который, так сказать, хочет того или другого, а... То есть общие конкуренции за словами. Да, присутствует. Ну, то есть, ну, опять же, мы должны понимать, что слово здесь имеется в виду не в смысле какого-то набора, там, звуков, физического слова. Это еще и вторая тема есть, да, когда тебе... А в смысле определенной позиции в символическом пространстве. Какой-то язык первым обозначает какие-то вещи, типа бизнес, допустим, да, типа английское слово, как-то, да, там, теперь мы его используем, да, и оно замещает какие-то наши слова, там, ну, и много, сейчас очень много, как бы, англицизмов, да, вошло в наш язык, там, какие-то там, франчайзинг, там, если там преподумать, еще какие-то слова. И все эти вершины, как-то, теперь заняты этим языком, и о чем они, о чем ты говоришь, о чем ты говоришь, что наш язык проигрывает в этой конкуренции. Ну, у нас внутренний, внутренний сил, внутренний, не знаю, жизнь языка не хватает, потому что, как ты говоришь, вершины эти это обозначен. И он получается, вот, просто то, что ты расскажешь, на частный случай, вообще конкуренция полиглобальная. Она состоит то, что, как бы, алкология, да, которая содержит в языке, в каком-то английском языке, она все больше и больше как бы внедряется в нашу алкологию, дает, дуршает, ставит везде, как бы, свои термины, да, там, уничтожает, как, собственно, возможность нашего языка. И вот то, что происходит в сознании, на самом деле, я, как-то, и сам, как-то, и сам тоже беседовал, я именно в этом ключе рассмотрю. То, что в этом всякий вот идет, то, что вводится в качестве сознания, как, то, что в английском языке, это называется, консусности майнд, еще как это называется, то фактически, когда переводят эти термины на наш язык и называют их сознанием, они на самом деле разрушают наш язык. Как разрушают? Может быть, они в их языке будут называть насадли, свои термины как угодно, но когда они транслируют свое понимание в наш язык, они разрушают наш язык. Потому что в нашем языке, как ты правильно говоришь, есть некое сознание, которое каким-то термином, каким-то образом исторически циркулирует, он уже поглотил в себя какое-то количество смыслов, набрал какое-то количество содержания, и когда туда внедряется чужой язык и предлагает в качестве, причем, как ты говоришь, в долларовой валюте, английский язык, это же не просто язык, его же надо изучать. Если вы посмотрите, например, сейчас, что предлагает малышанка, и что считается наиболее важным, это еще английский язык, это самое главное. Книжки для малышей про английский язык, начиная с самого раннего детства, потому что как будто бы это самое главное. Ну ладно, давай, не разводили сентябрь. Хорошо, просто стоит то, что можно сказать, что есть борьба более компонентная, борьба на самом деле не просто затеянная, борьба на самом деле за некое жизненное пространство. Естественно, это борьба, так сказать, дискурсов, это борьба определенных систем. Есть некое жизненное пространство, но мы его описали в нашем языке, оно как бы в русском языке, оно как-то распростерлось. Ну, в общем, мы здесь действительно подошли близко, мне кажется, к тому, отчасти близко к тому, о чем говорил Игорь. Вот, только если у него как бы вот символом этим выступало там, так сказать, ну что-то вещественное, может быть это, кстати, и более правильно. Может быть, как бы, так сказать, Буркиния более сильно в качестве символа сейчас, чем слово сознание. У нас же есть сейчас как бы патриотизм, который, в частности, сводится к тому, чтобы не употреблять всякого рода иностранные слова, да? Это не так, это не кажется, что это смешно, это на самом деле фундаментально правильно. Потому что это на самом деле как бы насаживает, как бы внебиряет и восстанавливает жизнь нашей антологии. Она только везде, с помощью языка, и может остаться существующей. Потому что, я уже вообще замещаю, на самом деле, вот неясненькие фигуры, причем фигуры медийные, фигуры, называющиеся учеными и прочее, они, например, вообще заявляют, что с помощью русского языка невозможно это высказать. То есть, русским языком вообще отказывается от существования тем самым. Причем это как бы какие-то там годовические профессора там и прочее. То есть, в русском языке это уже не сказать. И когда они говорят, они часто происходят дело так, что они что-то объясняют, и вдруг возникает иностранная тема. Ну ладно, хорошо. Я просто сказал, что расширяет тему. Просто понимаешь, на самом деле, если как бы в помощь языка что-то нельзя сказать, это не значит, что это его недостаток. Мы должны начать с этого. То есть, вполне возможно, что это его достоинство. Нет, это просто... Я же боюсь, что сказать на любом языке можно сказать все, что угодно. Это не так. Это не так. Они правы, что-то можно сказать, что-то нельзя. И это хорошо. Потому что, допустим, если в каком-то языке нельзя поставить, вопрос, который ставится в другом языке, допустим, в языке марксизма или ленинизма, мы ставим вопрос, что первично, так сказать, бытие или мышление. Нет, ну подожди, подожди. Мы ставим этот вопрос, да, там, бытие или сознание. Мы ставим вопрос, и все. Мы как бы поставили себя этим вопросом в тупик на века. Марксизм и искусственный язык. Я говорю про естественный язык. Искусственный язык-то понятно. Это различие между естественным и искусственным, как бы. Ты показал его фундаментальное различие. которые как бы как не определить фундаментально вросли у нас там их понимаем что имеется в виду но как бы определяем этот круг а не ходим как бы говорит уже сам но он также исторически как бы сконструирован я вот стараюсь на речь и конструируем но в отличие от искусства языков все-таки есть некая фундаментальность а искусственный язык он может перестроить построить сколько угодно но по других искусствах языков вот хорошо в общем я попытаюсь как бы анну еще Еще у меня был пример, так сказать, я не знаю, немножко как бы ни к селу, ни к городу насчет тегов. Вот вы знаете, там в социальных сетях используют там систему как бы поиска по записи, по ключевым словам. Мне кажется, это тоже как бы каким-то образом сбоку припеку к этой теме имеет отношение, вот скорее к психоаналитической. И замечательно, что как бы это все пришло, насколько я понимаю, из научных, из способов научных публикаций, когда вот я еще статьи подавал свои физические, там тоже надо было указывать ключевые слова. И сейчас вот их указывают в разных там шуточных сообщениях. И там, когда человек щелкает по этому слову и ищет как бы то, что по этому слову он, в общем, как бы опирается именно на слово. Мы понимаем, да, то есть он даже не на какой-то смысл, который стоит за нем, да, вот когда он щелкает нас по слову секс, да, он ищет все, что связано с этим словом. А там может быть все, что угодно. Тоже был бы заимствован. Ладно, ладно, я понял, да. Хорошо, в общем, я подвожу итоги. Я могу больше сказать, что на самом деле, если так смотреть по заимствованию, то русский язык как бы скоро превратится в простую версию искусственно-английского языка. Возвращаясь к теме, да, я как бы заявил, как не считая определения, вот, я подвожу итоги. Значит, первый момент, что как бы определение, вот, вообще как бы стремление определять, я повторяю сейчас, да, стремление определять, вот, и ему предшествует некоторая методическая посылка, что вот некоторые части, вот, должны, из некоторых частей должно сложиться целое, то есть некоторый редукционизм, это раз. Значит, во-вторых, мы как бы, когда производим определение, мы должны быть уверены, что мы действительно правильно понимаем, где там субъекты, где предикат, на самом деле, как бы определение сохраняет свою позитивную функцию, я бы сказал, в том смысле, что это места встречи слов, места, как бы, совпадения, места такие вот, как бы, столкновения. То есть дело не в том, чтобы там одно придало смысл другому, скорее, как бы, некоторое содержание, вот, и некоторый смысл рождается от того, что мы какие-то два слова поставили рядом, вот, в таком своеобразном отношении. Поэтому пункт два состоит в том, что с определением, как бы, не все так просто, мы можем, как бы, пробовать номинально определять вещи, но очень ограниченный круг, есть куча, куча, так сказать, слов или понятий в языке, которые держатся сами собой, вот, их можно условно назвать символами или, не знаю, или какими-то там означающими в смысле психоанализа или вот этими сингулярностями, вот. Ну и пункт третий, что мы, в общем, как бы, во всей этой истории неравнодушны, вот. Мы и в смысле, как бы, каких-то рассуждающих субъектов, и в смысле дискурсов, и в смысле, там, если угодно, и даже каких-то культур, стран, как там, к чему пытает нас склонить булав, мы неравнодушны, мы, в общем, как бы, боремся за определенные слова, как за имена, как за какие-то флажки, которые мы хотим захватить, как за какую-то, опять же, там, территорию, на которую мы этот флажок хотим водрузить. Вот, собственно, такой доклад. Поэтому я считаю, что, как бы, вот этот жест Александра, попытаться предложить просто разойтись миром, дав определение каждой свое, и мирно сосуществовать, он, как бы, содержит в себе подвох. Я не могу большого любого года, что ты, который меня поддержит, а я здесь на стороне Александра, как не странно, а не на твоей. Потому что я считаю, что, как бы, то, что он выбрасывает, оно, на самом деле, да, знаешь, я, как бы, ищи, это, к чему относится, что очень хорошо весь спектр возможностей определить сначала. То есть, есть два-две возможности, да, как бы, исходить из некого целого, а второе, исходить из некой счастья. И хорошо, что, как бы, люди, каждый на свою сторону перешли и пытаются, как бы, в этом работать. Из этого, из этого, из этих обсуждений что-то получается. И плохо, когда на самом деле все, как бы... Так из ошибок всегда все и получается. Это же не ошибка. Я же не... Это же возможность. Здесь он допускает, как бы, нет, когда он дает конкретное определение, он занимает определенную позицию. Когда он, как бы, считает молчаливо и даже не молчаливо, вот, что всему должно быть, на самом деле, дано определение, что давайте разберемся, разберемся, как бы, со словами. Более слабо позиции, что что-то надо определить, а что-то понятное. Мы же говорим, вот мы с ним обсуждаем, что-то понятное, да. Но он считает, что определить надо ключевые вещи. А я говорю, что как раз ключевые вещи определить не надо. А ключевые вещи мы определяем только потому, что мы должны говорить на одном языке, мы должны понимать, что мы имеем в виду, когда говорим. Он говорит, что ты, вот, когда что-то выскатыришь сознание, что ты имеешь в виду. Ну, я говорю, что... Он мне говорит, и, естественно, я должен ему сказать, что я имею в виду, и наоборот. Но ты уже говоришь ему, что ты имеешь в виду. Ты понимаешь, что здесь двусмысленность. Ты уже сообщил ему, что ты имеешь в виду. И ты представляешь этой речи, еще какую-то объясняющую речь, которая объяснит, что ты сказал Где будет конец, где остановка Более глобальная позиция состоит в том, чтобы перейти на некое другое поле И с этого другого поля уравновесить все позиции Это более глобальная В том-то и дело, что его жест носит характер занятия метапозиции Он как будто бы пытается развести эти определения и стоять на той точке зрения, где слово сознание ничего не значит Так вот, я говорю, такой позиции нет А если вспомнишь его антологию, то у него антология состоит в релятивизме Для человека, который стоит на позиции релятивизма, вполне естественно, что есть многоголосицы Он говорит, что по факту многоголосицы Я бы согласился с вами, если бы все здесь произошло и ясно Но раз многоголосицы, то и хорошо, это же хорошо, это же релятивизм Ну потому что релятивизм сам в себе содержит это самое логическое противоречие То есть когда он говорит, что есть многооголосицы Он, в общем, прекрасно понимает, что слово есть Все поймут одним и тем же способом Он, в общем, как бы все-таки настаивает на определенной истине всегда То есть релятивизм, ну это ущерб, уязвимая позиция Релятивизм может уязвимую позицию, она возможная позиция И вообще, так говоря, Гегель, если его посмотреть У него самым главным противником были скептики То есть не Канн там какой-нибудь, не все остальные философы А только скептики Он апеллирует всегда, как бы, и всегда воюет только со скептиками Потому что он считал, что это единственная философская позиция, которая может ему оппонировать Единственная Так что когда ты видишь релятивиста То есть тогда, когда ты видишь релятивиста, ты чувствуешь себя Гегелем Я понимаю, что это серьезная позиция Не надо к этому относиться Ладно, хорошо Ульганизм какой-то Слушай, ну у меня, как бы, несколько соображений Ну вот по первой твоей части Когда ты указываешь на некоторую ограниченность этого подхода Начать с определений Да, все верно Ну я бы только вот еще сказал битым словом То, что ты наверняка имел в виду Но это совсем отчетливо не прозвучало Это очень определенная философская традиция Которая возникла, конечно, до Всякой аналитической философии Или логицизма 20 века Вот Это возникло Как мы все понимаем С того момента Когда образцом строгого знания стала наука Математика Математика Как царица наук Да Потому что наука так не работает Тогда только возникает в философии Вот эта странная затея Написать геометрическим методом Очень эффективная математика То есть Спиноза Который пишет Этический трактат Геометрическим методом Это не безумие Это Как бы попытка Соответствовать Наиболее строгому виду знания Который Который известен самому спинозе То есть Такой вот Как бы ориентир на науку Действительно Наука Самая прекрасная Самая правильная форма Человеческого знания Поэтому Все хотят быть науками Астрология хочет быть наукой Философия хочет быть наукой И так далее Ну я только поправлю немножко Да Но там нет проблематизации языка у спиноза Он Он считает Что нужно научным Вот таким геометрическим способом Выстроить определенные смыслы Условно говоря Да Вот Когда мы Говорим о позитивистах Да Вот там уже как бы О неопозитивистах Там уже возникает Именно вопрос Вот именно Логического определения Слова Вот То есть Там уже как бы Разговоры языки Выходят на первый план Да Да Но как бы Философия не стоит на месте Она видоизменяется Не хочу сказать Развивается Да Ну в общем Происходят конечно Существенные изменения Но Я хотел только обратить внимание Что До сих пор Насколько я понимаю Вот эта ориентация На науку Как на идеал Не закончилась Она началась В 17 веке И до сих пор Длится Хотя наука Невероятно изменилась Философия Невероятно изменилась Но вот это Общее равнение На науку Оно Сохраняется В качестве Некоторого Идеала Как ни странно Как ни странно Вот Ну это Как бы Ладно А потом Когда ты говоришь Об этих Проблемах Определения Ну да Как бы Философия Что это Хоть что-то Определяет Вот Хотя Вроде бы Как Была такая Претензия Да И кстати Сказать Ведь Хайдеггер был Вот из таких Очень мощных И очень успешных Примеров Переопределения Языка Ведь Слушайте Вот Насколько Был человек Авторитетный Он Изгнал Из философии Довольно таки Надолго Термин Сознания Просто Он вообще Игнорировал Он Ладно Сам Игнорировал Но Это Воспричал Да Это Просто Подхватили Это Действительно Стало Как Чемной Да Личным Вот И Потребовалось Вообще Несколько Десятилетий И авторитет Там Гадемера Который Хладнокровно Возвращает Слово Сознание В рамки Приличия Философского Вот И это Некоторое Было Потрясение Основ Вот И Надо же Оказывается Можно После Хайдеггера Говорить Слово Сознание И не Краснить Вот И Ну конечно Аналитики Как бы Все это Время Спокойненько Наверное Его использовали Или Нет Ну вот Есть Как бы В континентальной Традиции Да Вот Такое Мощное Оно Как бы Закончилось Да Это Табу Было Вот Некуда Деваться Да Он Конечно Ну Мордашвили Еще Он Пытался Все Сознание Он Любил Ну Мордашвили Да Отдельная Сложная История А Вот Как бы Как Как Происходит Слово Творчество Да Нового Слова В качестве Такого Коренного Хайдеггер Не Изобретает Он Берет Уже Существующее Слово Дазайн Но Начинает Использовать Его Очень Специфическим Образом И он Его Никак Не Определяет Но Он Вот Именно Долгим Использованием Весьма Специфическим Делает Его Центральным Понятием Своей Философии Хотя Он Его Сам Не Изобретает Вот Там Дорида Например Когда Изобретает Свой Дифферанс Он Все Таки Изобретает Слово То есть Он Берет Обычное Французское Слово Его Немножко Магинезируют Заменяет Одну Букву Вот И Это Становится Вот Такой Эмблемой Его Понятия Визитной Карточкой Совершенно Верно И Вот Я Все Время Забываю Кто Из Других Великих Французов То Ли Фухо То Ли Лакан Сказал Что В сущности Работа Философа И Шире Говоря Интеллектуала Состоит В том Чтобы Метить Свою Территорию Вот Создавать Такие Маркеры Которые Помечают Что Вот Это Моя Концепция Нет Ну Серьезно У него Вообще Примитивно Как собачка Или котик Бегает И метит Свою Территорию Я бы Сказал Когда Мы Говорим Про Философа Что Он Как Собачка Бегает И метит Территорию Это Не Примитивно Как раз Что Он Именно Как Собачка Метит Это Как Очень Содержательный Территория Наука Вообще Живет На солидарности На том Что Общее Дело То есть Сказать Что Он Как Собачка Метит Это Не То же Сказать Как Я Что Он Ставит Флажки Флажки Это Примитивно А Собачка Не Собачка Не Занимается Чеславным Делом Заметь Когда Она Территорию Метит Она Не Суславна Она По другому Не Может Вот Тут Я Не То Чтобы Я Совсем Большой От Большого Восторге От Есть И Роль Философа Она Здесь Не Не Эгоистичная Он Создает Новый Язык Который Позволяет Описывать То Что Раньше Нельзя Было Описать Просто Иначе Быть Вообще Которого Раньше Не Было Вообще Говоря В основном Этим Занимается Литература Вот Когда Возникает Так Называемый Сентиментализм В Европейской Литературе Что Возникает Возникает Язык Который Позволяет Описывать Эмоции Человека Которых Раньше Не Было Раньше Не Было Способа Описать Вот Страдания Какого-то Конкретного Субъекта Просто Не Было И Люди Столкнувшись С этим Описанием Погружаются В Свои Чувства И Открывают Там Какое-то Невероятное Многообразие Которого Раньше Не У них появился Язык Чтобы Говорить О своих Чувствах Они Как бы Это Тут Начинается Рука Рук Моет У них Язык Не просто Описывает А язык Еще и Развивает Эти Чувства Эти Чувства Развиваются Делают Более Нюансированным Язык И так Далее То есть Вот Возникает Язык Который И Описывает Новую Реальность И Создает Новую Реальность Аккуратно Было бы Сказать Так Тот же Фуко Его пытались Подловить На том Что Якобы Вот эти Новые Языковые Системы Новый Язык Новые Структуры Якобы Они Создают То Что Он Начинает Описывать Нельзя Сказать Что Они Создают Они Возникают Одновременно С этими Явлениями То есть Они Совпадают Совершенно Верно Это То Что Платон Описывает В метафоре Знания Как Припоминание Я Узнаю И Вроде Я Узнаю Что То Новое Но Я Вдруг Понимаю Что Я Это Уже Знал То же Самое Делает Язык Философа Или Язык Литератора Которая Открывает Новую Реальность Он Вроде Бо Ее Открыл Но Ты Ее Тут Же Узнаешь Как В качестве Тебе Как Б Предданной То Есть Она Уже Была Не Ты Ее Создал А Ты Ее Как Б Всего Лишь Открыл То В этом Смысле Роль Философа Она Начинает Становиться Такой Роли Литератора Не Все Конечно Философы Такими вещами Знаменитые И не всегда Философы Фрейд Реально Создал Несколько Казалось бы Слов Но Они Просто Поломали Вот Просто Все вокруг Все представление О сознании Они поломали Вот И Это Невозможно Переоценить То что Сделано Фрейдом Хотя Он Никакой Не философ В нормальном Смысле Этого слова Вот Никакой У него Концепции Там Не было Он Просто Предложил Вот Этот Самый Новый Язык Который Вот Вскрыл Всю Эту Невероятную Глубину С которой Теперь Непонятно Что Делал Вот И еще Сколько В нее Вглядываться И развивать Вот Поэтому Тут Да И Еще Мне понравилось В эту Жю Строчку Когда Ты говоришь Что Когда Мы В определении Ставим Два Слова Рядом То Это Приносит Какой-то Новый Смысл Иногда И в эту Ситуацию Совершенно Верно То есть Вот Функция Это ведь Неформально Логическое Определение Да Но Это Такое Некоторое Изначальное Описание Которое Дает Тебе Новое Понимание Этой Ситуации Когда Вдруг Ты Видишь То Чего Раньше Не видел До Этого Определения Вот Очень Сходная История И Это Вполне Себе Теперь Философская Стратегия Вот Одна Из Философских Тратегий Вот Почему Конечно Остается Большое Большой Вопрос Почему Некоторые Слова Настолько Эротичны И Настолько Устойчивы К Переопределения Вот То Есть Они Их Просто Консенсусом Трудно Поломать Вот То же Самое Сознание Да Уж Как бы Большего Авторитета Чем У Хайдегера В 20 Веке Трудно Представить И Даже Вот Вся Эта Нацистская История Не Поломала Его Авторитет При жизни Просто Вообще Никак И Даже Вот Сейчас Публикация Этих Черных Тетрадей Подточила Но Не Сломала Вот Ну Подиш Ты Ну Не 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 Укрепила Авторитет Ну У К У К У У Наш У К К Ну Вот И Вот Смотрите Да Уж Казалось Такой Авторитет Парень В Такой Силе Да Гнал Гнал Сознание На 5 Минут Выгнал Потом Она Обратно Залезла В Язык Философии То Есть Вот Некоторые Корневые Понятия Они Бесконечно Притягательны Для того Чтобы Их Пытаться Определить Переопределить И Вокруг Них Почему То Возникает Именно Как бы Основная Мясорубка Потому Что По поводу Определения Вот этого Предмета Под названием Сейчас Условным Штатив Это Рекона Никому Не Нужно В принципе Как бы Ну Можно Наверное Его Обозвать Иначе Ну Дренога Дренога Да И Мы Некоторое Время Будем Морщиться Но Легко Привыкнем И Плевать Десять Тысяч Раз Там Вообще Штатив Или Дренога А Сознание Нет Вот Простите Про сознание Сейчас Будет Мясорубка Вот В чем Здесь Причина Это Конечно Большой Вопрос И На мой Взгляд Психоанализ Лишь Фиксирует Как бы Эту Ситуацию Констатирует Эту Ситуацию Но Не Предлагает Никакого Как Б Вот Как Настолько Нового Угла Зрения Который Что-то Радикально Нам Прояснил Вот Этого Все-таки Не Происходит Ну Да Да Вот Это Предельно Эротично Сознание Да Да Ну Окей Мы Это Сказали Что Это Нам Прояснило Не Вполне Понятно